МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что ж, вот за рубежом родители не видят криминала, чтобы вести в садик ребенка с незначительным повышением температуры, легким насморком или покашливанием. А что у нас? Вот вы в каком случае однозначно не поведете ребенка в детский сад? Такой опрос сегодня проходит в группе Тиминского времени ВКонтакте. Вариантов ответа три. Выбирайте наиболее близкий вам. Это температура, кашель или насморк. Просим и также обосновать в комментариях свою точку зрения или поделиться своим опытом. Ну а прямо сейчас своим опытом с нами делится врач-педиатр, заведующая консультативно-диагностическим отделением городской поликлиники номер 5 Наталья Кокошко. Наталья Владимировна, дети часто не умеют откашливать мокроту, и это становится проблемой. Как можно помочь? Я слышала, что есть специальные упражнения для того, чтобы помочь этому процессу. Ну вот, между прочим, чтобы было предельно понятно, мы попросили нашу модель Алексей, заходи, пожалуйста, к нам в гости. Наш юный помощник. Да. Леш, устраивайся, присаживайся. Мы прямо с тобой сейчас попробуем устроить эту профилактику. Итак, какие же упражнения нужно делать? Ну, я думаю, что мы начнём... Вот Алексей принёс с собой, может быть, будущую сестрёнку, да? Ну вот маленькую такую малышку. Да, малышку до года. Так. Значит, для детей до года это наиболее актуальная проблема, когда дети действительно не могут откашлять. Для детей более старшего это... Мы где-то там можем объяснить, показать, рассказать, да? А малышам, конечно, нет. Поэтому для малышей есть такое название вибрационный массаж. Вибрационный массаж может сделать любая мама своему ребёнку, если она... Ну, самое главное, чтобы она не боялась это делать, чтобы она понимала, что это только на пользу её же ребёнку. В первую очередь... Мы с вами попробуем сейчас, да? Да, мы попробуем. Мы садимся на коленочки, ложим ребёнка, головой вниз. Если это малыш постарше, да, если он сильно беспокоится, сейчас есть такие замечательные гаджеты в виде планшетов, да? То есть мы можем вот здесь вот с вами мультики включить ему, всё, что ему нравится, да? И положить на коленки. Мультики опустили, чтобы голова была вниз, да? И дальше вот с уровня лопатка, где лопатки заканчиваются, мы начинаем делать вибрационный массаж. Это не просто поглаживание, а это так называемое постукивание, да? То есть мы делаем вот так вот, мы делаем вот так вот, да? А ребёнок у нас смотрит мультикой, да? И говорит свою а-а-а-а-а-а. Да, да, вот именно так оно и должно. И такие образы мы помогаем. Именно так, то есть именно вот как вы произнесли, так оно и должно звучать, да? То есть не просто, потому что когда мамы говорят, да я всё делаю, всё делаю, да? Обычно это выглядит вот так вот, да? Вот так вы можете делать очень много-много раз, и вы обязательно должны это делать. Без этого, ну вот просто никак, да? Но для того, чтобы получить именно то, что мы хотим, да, мы делаем вот именно вот так, да? Постукиваем. Постукиваем вниз где-то в течение трёх-четырёх минут, потом ребёночка мы перевернули, да? Если есть возможность, ну понятно, что малыш вам не сможет какие-то кошлевые прямо уж толчки, да, там сделать. То есть если вы не боитесь, вы можете на корень языка ложечкой надавить, можете пальчики марлечкой обмотать чистенько, тоже надавить на корень языка, и так далее. Секундочку и буквально. Конечно, конечно, и тогда будет кашлевой рефлекс, и слизь вся, которая скопилась, она, конечно же, будет у вас уходить. Хорошо, а если детки вот постарше уже? Если мы берём ребёнка постарше, во-первых, мы его, начиная с того постарше, мы уже начинаем его учить и объяснять, что такое кашель, да, как нужно кашлять, потому что это пригодится всегда. Лёх, ну кашляни маленько. Молоток, садись поближе сюда, на краешек, да. Или вообще мы встаём уже, да, чтобы не сидя сначала какие-то процедуры. Есть такое упражнение, называется ворона, да. Мы их назвали, чтобы детям было и интересно делать, да, а не просто там дышать. Выдыхаем мы всегда носом, а выдыхаем мы ртом. Давайте мы в воронов поиграем сейчас, я тоже Лёшке помогу. Сели хорошо. Вот так ручки делаем. Крылышки. Крылышки делаем, поднимаем их и вдыхаем. И опускаем. Ещё раз. И сколько раз нужно так сделать? Итак, делаем пять раз. Пять раз. Пять раз сделали, и в течение дня пять-шесть раз. Вспомнили, повторили. Вспомнили, повторили. И так делаем до тех пор, пока у нас есть чем покашлять. Хорошо. Следующее упражнение называется аист. Вставай. Встаём. Аист у нас, как мы помним, где-то там бывает на одной ноге. Ага. Поэтому мы встаём, поднимаем ручки вверх тоже на одной ноге, вдыхаем носом, и когда опускаем, говорим... Он так говорит, на самом деле интересно. И опускаем ножки, делаем их две. Ага. Ну-ка ещё раз. Так. Отлично. Это тоже нужно сделать раз в пять. Это тоже упражнение мы делаем пять раз. И тоже в течение дня пять-шесть раз. Ага. Так же можно... Алексей, давай попробуем ещё раз. Ножку с тобой быстренько подняли. Да. Шикнуем. Три-четыре. Прекрасно. Молодец. Спасибо тебе большое. Да. Отпускаем нашего юного помощника. Я предлагаю тебе твою сестрёнку, будущую куклу, забирать. И идти в школу на занятия. Научить своих друзей. А я предлагаю уже перейти к нашему голосованию и опросу, который мы проводили в группе ВКонтакте. Я напомню, мы спросили у наших зрителей, в каком случае вы однозначно не поведёте ребёнка в детский сад. Давайте посмотрим, что получилось, какие итоги. Итак, при температуре не поведут 80%, при кашле 7% и насморке 13%. Ну вот с точки зрения педиатра, прокомментируйте, пожалуйста, правильно делают. Очень замечательно, что 80% не поведут. Куда делись 20% не совсем понятно, да? Я так понимаю, что эти 20% просто не заметили, что у них температура. Температура, да. В любом случае температурная реакция – это повод остаться дома. В любом случае. Конечно, это повод остаться дома. А если, да, вот небольшой кашель или небольшой насморк? Значит, если это только начало заболевания, то это тоже повод остаться дома. Это повод остаться домом. После того, как вы уже прошли определённое лечение, да, то есть кашель вот так называемый остаточный, да, вот тогда, то есть инкубационный период вирусных инфекций длится в среднем, ну, где-то 5-7 дней. То есть на 5 дней однозначно плюс берём мы 2 выходных, да, и мы как раз на недельку, что называется. Да, на недельку мы отсиделись. Нежелательно засиживаться 2-3 недели, 4 недели, да, потому что будет очень сложная наработка иммунитета, особенно для ребёнка раннего возраста. Поэтому, ну, неделя – это вот святое. Хорошо, давайте посмотрим, что пишут наши зрители в комментариях. Вот Михаил Аярский. Температура оставаться дома однозначно, кашель и сопли по обстоятельствам. Кстати, в группе всегда есть несколько сопливых и кашляющих детей. Ну, это правда жизни, да? Не сильно страшно, да? Это не сильно страшно, если, опять же говорю, если эти дети, да, не входят вот именно в начало заболевания. Вот ещё Дмитрий нам пишет, сопли – это ненормально, особенно затяжные. Я за отсидку дома, когда сопли. Для меня сопливый ребёнок – это больной ребёнок. Всё-таки… Когда сильно сопливый. Когда сильно сопливый, однозначно, это дома, да? Вот нам пишут, Таня, что во всех трёх случаях в любых оставляют дома ребёнка. Правильно, я считаю справедливо. Мария пишет, если температурит и сильно сопливит, веду в больницу, но никак не в сад. А если сопельки небольшие, покашливает, ребёнок топает в сад, а я на работу. Ну, опять же, я говорю, если это случилось впервые, это повод обратиться к врачу для того, чтобы понять, какие сопельки, какой кашель, стоит ли топать в детский сад. А вот, кстати, допустим, привели ребёнка такого, немножко сопельки, немножко кашель в детский сад, а дети ходят на прогулку, допустим. Как это может отразиться? Можно и нужно ли гулять с кашляющими детьми? А вообще, всё, что касается прогулки, да, доступ к кислороду, он никому ещё никогда не мешает. Если мы просто выходим прогуляться, да, взяли ребёнка за руку и прошлись, подышали кислородом, это только польза ребёнку. Но если ребёнок выходит на улицу, имея температуру, кашель, насморк, да, и побежал кататься на горках, потому что, ну, в силу своего возраста он готов с любой температурой это делать, да, Конечно, это не есть правильно. То есть это может привести к затяжному течению заболевания. Поэтому здесь, ну, однозначно нет. Понятно. Так, следующий комментарий от Олеси. Кашель разный бывает, вот у нас аллергический может быть, а ещё ребёнок кашляет от сухого воздуха, а в саду он не бывает другим зимой. И что мне теперь всю зиму дома с ним сидеть? Каждое утро бегать за справкой? Вот, кстати, как раз про воздух. Действительно, это не переоценивано важность влажности. Это не переоценено. Это не переоценено. Действительно, если влажность воздуха меньше 50%, рефлекторно кашель, он появится. И стоит и заботится. Особенно, если ребёнок будет бегать, если он ведёт активно, если даже человек много разговаривает в том помещении, где пересушенный воздух, он рефлекторно будет подкашливать. Это нормальная реакция организма, поэтому это, конечно, будет. Поэтому всё, что касается детских садов, если вы понимаете эту проблему, ну, бейте тревогу, рассказывайте, принимайте меры. Должно быть более частое проветривание. Постоянно детки должны пить водичку, да, то есть это... Питьевой режим соблюдать. Питьевой режим это обязательно должно быть. Ну и увлажнение. Хорошо, спасибо большое, Наталья Владимировна, за ваши очень полезные рекомендации. Я надеюсь, что наши зрители вас услышали. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Внимание на экран. Прямо сейчас у нас сюжет «Совет дня». Недавно в магазине моему девятилетнему сыну продали вот такую вот игрушку. Он принёс её в школу, выложил на парту. Просто сказать, что учительница испугалась, это ничего не сказать. Игрушки, которыми ребёнок может нанести вред себе и окружающим. Топ самых опасных. Прямо сейчас. Пистолеты с мелкими пластмассовыми пульками и бластеры попадают в список опасных игрушек и занимают там почётное место. Травмы глаз и кожи часто бывают результатом игр с ненастоящим оружием. При покупке игрушек обязательно обращайте внимание на знак ЕАЭС. Если на упаковке его нет, от товара лучше отказаться. Здесь его нету, соответственно, она не прошла подтверждение. Её соответствие обязательным требованиям технического регламента можно у Союза, который я назвал. Она и может находиться в обороте. Игрушка не прошла подтверждение, значит, небезопасна. Нет срока годности, не соответствует стандартам качества. Кукол, мечи и шарики нужно хранить столько, сколько указано на упаковке. После они могут выделять токсины. Особенно это относится к лизунам и слаймам. Плюс ко всему, зачастую они так приятно пахнут, что дети так и норовят их съесть. Те составляющие, из которых сделаны игрушки, они могут вызывать симптомы и по типу отравления. Поэтому здесь необходима помощь. Ребёнок может и полизать, и проглотить такие игрушки. И, конечно, такие пациенты поступают к нам, и мамы с папами обращаются, и скорая помощь привозит. Это к нашим доблестным токсикологам. А вот и ещё один злой враг. Он поселился во многих детских комнатах и каждый день угрожает жизни малышей. Магнитный конструктор. Дети глотают детали, которые попадают в желудок, и там могут склеиться. Страдают и дыхательные пути. Всегда вот такой тревожный симптом подозрения на неверное тело – это внезапно появившийся кашель на фоне полного здоровья. Чем меньше ребёнок, тем больше игрушка. Главное правило – малыш не будет смирно собирать конструктор. Он начнёт складывать детали в нос и уши. Самое главное, что не надо пытаться самостоятельно достать. То есть очень правильно, аккуратно всегда достанет инородное тело лор-врач. Инородные тела в носовых ходах могут находиться очень длительно, особенно маленькие. И в этом случае их нахождение может вызывать присоединение инфекции. У ребёнка будет длительно течь ренит. Любые игрушки с движущимися лопастями стоит держать подальше от детишек. Ручной вентилятор или летающая фея таят опасность. Управляя ими, ребёнок может не рассчитать действия и поранить руку или запутать предмет в волосах. Ну а если всё же хочется поиграть с опасной штучкой, то сделайте это вместе со своим чадом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова получит дополнительный шанс благодаря зрительскому голосованию. Все ответы узнаете сегодня вечером. Ну а мы же вам говорим пока-пока. Доброго дня. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...